1 апреля, весна, хорошая теплая погода Несмотря на достаточно дождливую погоду, холодную, птички все равно уже по весеннему поют Ну да, только тогда мы на карьер шли направо, туда куда-то, а нам сейчас туда налево Только не так тепло, как в тот раз Первые затопки начались Помню это место Только здесь было жарко и зелено, а сейчас здесь приятненько прохладно Да, по комфортнее, чем тогда в плюс 20 с хреном солнце пекло Сейчас-то получше Затончик какой-то И теперь спуск Вот и начинаются водные приключения Дорога затоплена Ну тут холмик есть, поэтому можно налево забраться на холмик А тут вот за песочек есть Накатали, да Ну вот, а раньше мы тут прям шли Где-то, а здесь палаточки стояли летом А сейчас тут плавать можно Кирилл, смотри, я их выбер Ака все-таки поднялась Не прям, чтобы сильно, но дорога снова затоплена Сами поля не затоплены Но Ака подобралась очень близко Раньше вот эти деревья были, собственно, на берегу Ака было еще ниже Утка-то? Да нет, река Река, да вижу Течение какое, да А там она еще шире Ну и вот чуть-чуть на нашу дорогу она вышла У нас нарисовалась небольшая проблемка На тропу вылезла Ака И вот идешь по полям И тут тоже вода подбирается незаметно Мы все идем повыше, повыше Пытаемся загрести Да, ну Ака, конечно, очень высокая сейчас Нашли дорогу через поле, которое не затоплено А, оно затоплено Ха-ха, да Ну вот там точно есть дорога, которая не затоплена, Саня Вот там Наверху-то? Да, наверху Ну да Мы вышли к дороге, нам туда, прямо Сквозь поля Но есть нюанс Да, вот смотри Да это потому, что канавы эти показатели Я не достал Все еще не достал Ужас Ну вот справа попробовать обойти А как вдруг? Ну, решили мы переобуться в сапоги, да Пойти по тропке, по треку Ну вот он трек Вот Кирюха в сапогах стоит Почти по колено Вот она тропка, да Ну можно вот тут попробовать, посмотри Да ну нахер Вот мы вернулись Это видимо исток той самой большой воды Что-то такое Да Мы ожидали, что нас справа будет сжимать АК АК наоборот отошла И нас слева какая-то другая вода зажала И нам пришлось возвращаться через все эти поля назад Ну километрика полтора может Вот Сейчас будем подниматься наверх Поверху уже топать Ну вот оттуда деревьев этих далеких Здесь хотя бы сухо и Ну назад, конечно, возвращаться немножко это Напрягает Да давай тут реально, да Ага И магазин недалеко Вышли на обход Мы сейчас выше уровня поля И выше уровня ОК И здесь заброшены какие-то здания То ли лагерь, то ли воинская часть ХЗ Вон деревенские ходят, местные Скоро мы вернемся на маршрут, наверное Дойдем до Каширки И там тоже нет дороги Вот они, поля затопленные Вернулись на трек Пересекаем и туда В леса Какой здоровый алабай Надо на него зум сделать Когда монтировать буду Вот А это, короче, где-то вот тут Должна была быть тропка По которой надо было идти Вот он трек Вот там вдалеке Видно, дорога заходит В это поле Которое сейчас похоже на озеро Но это поле Вот И мы где-то вот тут вот топали И под мостом нам нужно было пройти И подняться по этой стороне Но сейчас, как видите, тут Без лодки никак не пройти Река Каширка Вот здесь мы поднимались Пройдя под мостом Вот здесь вот мы шли А вот на той лестнице Которая сейчас затоплена Мы спускались Не, ну, тропинка, в принципе, не залито Ну, скажем так Я эту речку помню немного поуже Самую малость Да Да Вот туда речка течет сама Блин Мы снова тут Саня говорит Спустя почти три года Поверим ему Собственно, между деревьями слева и справа Видно Стандартные границы этой речки Сейчас она, понятное дело, разлилась Но Видно не так сильно, как мы боялись Наш дальнейший маршрут Почти весь уже будет вдоль нее Возможно, мы даже сможем по тропе Пойти по намеченной А не забирать нигде выше в горы У меня пердит нога Вот на этом месте почти три года назад Я свою лысую башку в речке омылал В том, что была лютая жарища Но сейчас как-то желания такого нет Да я весь в репейнике Что теперь поделать? Вы в детстве после дождя В деревне Оформляли для луж дорожки какие-то речки? Конечно, кораблики пускали Так хочется вот, да, взять, прокопать Чтобы вот в коширку все это ушло Но нет, оно идет по дороге По которой нам идти Вот так вот все течет И куда? Правильно, на дорогу Машинами размесили Саня пошел купаться Что говоришь? Пошел купаться, говорит Саня Я бы так смеялся, если бы ты упал Как бы я смеялся, если бы я упал Пошел, оффроуд Точно выше уровня сапог Ну вот, здесь вот, в принципе, можно протопать Я уже пересек Ну вот, едва-едва прям вообще Замывает нормально так Ты все равно сейчас испачкаешь, что ты моешь? Да? Все равно сейчас испачкаешь снова Не ожидал, конечно Первого апреля в нашей полосе Да, чтоб столько снега Где же такое видано? Сейчас будет Да, причем наверху нигде нет А здесь резина, видимо, так не прогревается Ну прям прикольно Неожиданный вон в грязных сапожках Снег на тополе бедный Вот мы подошли к разливу ручья Который мы тогда переходили Кирилл тогда его в сапожках летом перешел Но что-то мне говорит, что Тут сейчас в сапожках не пройти Ну что, время мочить попку Я уже стою такой, это Ремень начинаю расстегивать, чтобы раздеться И попробовать забродить Тут мужик местный с собакой гуляет Говорит, там дальше мостик есть, пойдем покажу Вот, идем смотреть Только аккуратней тут Не накались нигде Ничего Тут тебя ждет спасательная платежка Да, спасибо Спасательная платежка Свежесть хибин, бля Прошу прощения, томат Просто ощущение такое же, когда посуду хибинах Можешь, просто все сжет и ломит А что, холохоль не теплее было? Холохоль не было теплее Теплее, да? Да Ну вот теперь я хочу искупаться Но ножки у тебя красные хороши Все, иди его, ставь Заодно давай, короче, привал и У берега тепло Кирюха успешно прошел по бревну Камера просто выключилась А я пошел таки вброд До трусов вода не достала Так вот, по трусе не достало Но было очень холодно Спасибо, что Аккумулятор Гупрохи не позволяет снимать длинные видео Поэтому вот вам Вот снова это место, где газон растет Дорогу здесь насыпали с камней Уже стало, чем было три года назад В сапогах, да, конечно Но сейчас переобудешься И там снова начнется Так что топай, может, сапога дальше Как по закону подлости Закрапил дождик Мы подумали, да и бог с ним С дождем Но он как-то укрепился И мы решили надеть таки Я дождевик решил напялить А Кирилл надел чехол на рюкзак Потому что у него ветровочка есть Вот, ну мы только оделись и все Но он идет, но он такой детский вообще Ну да, Кирилл дело говорит Сейчас я реально доболтаюсь Он ливанет сильнее И будем снова в ущелье, снова в дождь Меточки верные Но тропы что-то нет Идем прям по Бурелому По лесу По лужам Прям шлепаем, квакаем Да, без сапог тут ловить вообще нефига Да, 100% Да, тут нет вообще ни одного сухого места Где можно без сапог пройти Пройти здесь нереально просто Продвигает ручь Перешли небольшой ручеек Это еще не Бунчиха, это ручеек Бунчиха, Бунчиха, не знаю Тропа, по идее, где-то вот тут идет Следов ничьих нет А тропы тоже На метке в Ортайловске вон стоят Да Ну, дошли до Бунчихи Она что-то полноводная чуть-чуть Ну, не прям чтобы очень Но есть ощущение, что сапог не хватит Надо пойти вот от спуска посмотреть Потому что здесь слишком круто Натесано здесь Не разденешься здесь, короче, если что Так что надо идти туда Решили не морочиться, не искать сейчас переход через Бунчиху Не сидеть там на пятаках непонятных В низине А подняться повыше на этом берегу, посидеть Заодно посмотрим, может у нас получится завтра пройти Вообще ее не переходя Так что разбиваем лагерь Местечко выбрали Плюс-минус вроде Тут ровненько Да, но лес такой тут не стоит Чилл Уже колбасочка там, да? Ага Свиньон или как-то так называется Она типа копченая или полка Или сырокопченая Я даже когда яичку делал Все равно сырокопченая колбаса Это так вкусно было Да То есть она и так вкусно не жареная О, да Красота Каждая минута ожидания Эта паста стоила того Это вкусно Но только мыть это все в походных условиях, конечно Будет до дома вот таким Закрыли вход Сейчас поедим чайку себе погреем Ага Да будем дальше отдыхать Может спать готовиться уже Ну да Морзянка намекает, что нам спать пора кажется Да-да-да, а вы в палатке только быстро спать будет Хе хе-ха-ха Это что-то прохождение на ano хорошее просто А либо здесь место такое, я не знаю В этот раз тоже морочка вас, назвали Не место в силе какое-то Место в силе какое-то на эту мелодию прилетит да она в таком плохом качестве там вот еще впадинка под лопатку, что-то торчит вот здесь немножко за ночь нормально привыкаешь и хорошо они как родные становятся все эти изгибы земли да, да, да как на массажном этом каком-то лежишь в валики с полос вообще отличный, из спальников даже вылезать не хочется хоть не прям холодно на улице тепло, но просто что-то так прикольно но в спальниках-то теплее ха-ха-ха два часа после пробуждения уже вышли на маршрут всего-то надо было не разводить огонь да, и всего-то надо переходить бульки да, ну не напомина ощущение неизбежности летом мы спускались там но там очень крутой спуск его сейчас весь залило водой я помню, были камни какие-то страшные как сейчас их не видно страшно там идти, можно переломать ноги а вот тут вроде как спуск поплавнее и возможно даже не так глубоко у меня есть смутная надежда в сапогах это все прийти ну да, в сапогах конечно не пройти я видел, нормально вот оно наше утреннее брожение но выглядит изи в ход идут неопреновые носки надеваешь вроде они такие мерзкие, холодные, мокрые а как надеваешь говорит мерзкие, холодные, мокрые а надеваешь, тепло ухххххххххх блин, слушай, носки-то тема тема, реально Ноги не коченеют? Не коченеют. Да, в сапогаске это тут конечно. О, видишь, что тут то яма, то камень. Да, да. Живые камни. Ну да, тут поменьше, но тоже охереть. О, а дальше очень хорошо. Слушай, мне нравятся носки эти. Да, носки прикольные. Юра говорил, что какие дни. А я устравниваю со вчерашним вообще небо и земля. Хотя бы ноги не режут. Да, ноги. И там ноги не режут, и морозы ноги не режут. Да. Вот, красава, Саня. Хорошая. Только что пробовал неопреновые носки на себе. Реклама сплав, они мне денег не дают. Но я все равно порекламирую, потому что фирма хорошая. Короче говоря, просто небо и земля на контрасте с моим вчерашним бродом. Я вообще, ноги не коченеют. Они мокрые полностью, эти носки. Но все равно тепло в них. И главное, об камни не режешься и не колешься. Отличные носки. Всем рекомендую. Неопренные. Не надо было спускаться, надо было идти вверх. Мы забрели на горку, увидели, что тропа снизу, спустились. И теперь обратно на горку по еще более крутому подъему. Почувствуйте уклон. Да. Вижу. Зеленая. Вижу. Потому что все заросшее летом, а сейчас все лысое. Красиво это место. Что весной, что летом. Зимой тоже, наверное, красиво. Хотя бунчиха зимой во льду, наверное. Это сто процентов. Это просто равнины, наверное. Да. Вот это тоже. Смотри, прям. Носи покоя. Так. Нам что-то видно туда. Да. Нам куда-то правее. Мне кажется, мне кажется, вот тут вот глубоко. Да, я вон тут глубоко. Камни хоть и торчат, но... Но они торчат вон там. Да. Это островок. Угу. 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 Не видно всей глубины. Летом тут все зеленое-призеленое. А сейчас нераставший снег, ручьи, серые деревья. Пасмурно. Ну, тоже что-то в этом есть. Воды по щиколотку. Воды по щиколотку. Хорошо, что мы в сапогах. Вот тут вот я при монтаже оставлю и вставлю это в песенку вот эту природу неплохой погоды. Кириллу очень не нравится дизайн Но говорит, что у него кровь из глаз пойдет Не знаю, по-моему, дизайн как дизайн А у нас сейчас Начинается Спустя три года Снова легендарный Урал Байкер Блюз Мы официально вышли на участок маршрута Сдохни или умри Последняя пятерка перед Жилева Пока что тут не особо мокро Но зато вроде бы снежно У нас здесь Сдохни или умри Надо добраться до Жилева Сможем ли мы это сделать? Нет Мы утонем прямо тут Не исключено Да выпендрился, захолестнул чуть-чуть Что тут мы идем и так все однообразно Скучно, водичка Да-да, дорога победила просто снова Да ничего она не победила Просто можно же похавать вкусно Зачем идти просто так, когда можно пожрать Просто что-то как-то каши не это Не впечатляет Ну и есть уже охота А сейчас мы придем на Жилева Там пожрать-то тоже негде И до дома придется терпеть Да, конечно, когда поел и когда солнышко еще Совсем по-другому этот унылый лес смотрится Уже не так унылый Четыре километра еще топать до Жилева С полными животиками Что-то загадочно происходит Вот эти веточки есть надломаны Деревья Они как-то выборочно надломаны Не все Вот так вот Много, да Слева вон тоже Справа Почему, что это Причем не все сломаны Это какая-то часть Непонятно Причем как будто относительно даже не дал Саня залился Тут сухая на Даже чистая А тут Тан-тан-тан Что, течет? О, блин, слушай, ты нормально Там дохлебануто Ну да, ладно тогда У меня У меня, понятное дело, не такие Да, из сапога вряд ли Хорошо Класс Все, всем пока Меня в дырку уводит Ха-ха-ха Продолжение следует...